Представляю вам первого финалиста в синем углу клетки. Ему 25, ростом 74 сантиметра. Его вес составил 70,8 килограммов. Профессиональный рекорд. Четыре победы и одно поражение. Базовый стиль ММА. Он из города Хасавюрт, Республика Дагестан. Россия. Рамазан. Юз Яшаров. Его соперник. Второй финалист. Боец красного угла. Ему 24 года. Рост 174 сантиметра. Его вес составил 70,7 килограммов. Профессиональный рекорд. Четыре победы и одно поражение. Базовый стиль ММА. Он из города Урусмартан. Чеченская республика. Россия. Муслим. Ибрагима. Ревери Ашут Ашугян. Итак, Рамазан Юз Яшаров. Муслим Ибрагимов. Легкий вес. Пять раундов. ACA Ягигл. 28. Это финал. Спорт-холл Колизей. Город Грозный. 20 августа. 21 час 42 минуты. И комметаторы. Маршал Савчук и Адам Армадов. Тем самым, дорогие друзья, мы намекаем на то обстоятельство, что здесь и сейчас вершится история. Да. Это последний финал. Грам-при Айсия Ягиглс, который начался еще в прошлом году в четырех весовых категориях. Наилегчайшем-легчайшем полулегком и легком. Были, мы помним, определенные требования к бойцам. Довольно высокие. Да. Да, и несколько поясов уже разыграно. Пояса, кстати, красивые. И что важно, наверное, заметить, их не нужно будет защищать по очень простой причине. Потому что это пояс Грам-при. Да. То есть он с тобой уже навсегда. Это то, что навсегда станет тем титулом, который, ну, не знаю, ты сможешь... Ну, это звание, наверное... Вышить крупными буквами у себя в офисе, на ковре, на стене. Да. Все что угодно. Я думаю, это звание всегда останется в истории, в твоей карьере. Но здесь еще и пояс у тебя останется. Да. Тебе его не нужно будет выкупать в организации. Как обычно бывает, да, если ты теряешь этот пояс, но хочешь его себе оставить, тебе нужно его выкупить. Ну, и соответственно... Да, и так какой-то там дубликат сделать. Ну, такие моменты бывают. Сейчас зарубились на ближней дистанции. Да, готовы именно подраться спортсмены, в числе прочего. Не бояться идти в размен. Собственно, почему аналогия именно с... Именно с ковром? Потому что золотыми нитями есть возможность себя вписать в историю ММА. Очень большая ответственность. У этих спортсменов, несмотря на то, что они очень молоды. Так, Рамазан Юзьешаров, боец в синих перчатках, и Муслим Брагимов, боец в перчатках красных. Титульный реванш. Ой-ой-ой, вот это попадание еще колено добавляет везде шаров. Похоже на стоячий нокдаун, да, сейчас. Да, но пока что держит. Держит, чтобы спасать, наверное, то, что молодой еще... Еще пока что неплохо держать может удары Ибрагимов. И посмотрите, он на его стойкость... Да, молодец. Буквально выживает. Несмотря на то, что потерял Капу, продолжает... Капу, оказывается, потерял-то еще Юзьешаров. Потому что вот... А, интересно. А, черт его видно было. Вот с моего ракурса, что красно-синяя Капа у Муслима Ибрагимова во рту. Так, очень интересно, да, сейчас состоял в том же положении спортсменов рефери, для того, чтобы вернуть Капу спортсмену. Да, правильно, правильно. И вот таким образом минимизируется влияние этой ситуации на ход поединка. Что хорошо. А, с другой стороны, это дополнительная была возможность чуть-чуть восстановиться. Ну, это понятно, да. Но, тем не менее, без Капы продолжать поединок, ну, у нас по правилам спорта должна быть Капа в зубах. Да нет, это нормальное явление, потому что там зубы трутся друг от друга. Да ломается. О, все, 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 все. Вот так вот реваншировался за это, за прошлое поражение Рамазан Юзьешаров. Блестящая победа. Да. Блестящая. Хорошее попадание с рук. Просто блестящая. Видно было, что он очень... Очень хотел, конечно, этой победы и сделал действительно все необходимое, чтобы это получилось. Да, он очень был полон решимости взять реванш за это, за прошлое поражение и это сделал. Ну и, конечно, порадуемся, наверное, за победившего спортсмена. Пожелаем здоровья бойцу, который сегодня проиграл. Но он проиграл сегодня, а до этого выиграл поединок. Поэтому это потенциальное внимание трилогия. Да, это потенциальная трилогия, но, опять-таки, нужно быть последовательным. Первый бой был очень близким, а здесь... Ну, это, знаете как, можно к разным нюансам придираться, но, тем не менее, один-один. Я потенциально таким образом все-таки возвращаю нас в ситуацию не до конца разрешенного противостояния. Ну да, да, я согласен, но если будет реванш, то не сразу в следующем бою. Да, да, безусловно, конечно. Еще там надо им по несколько поединков провести. Ну и восстановиться, конечно, нужно Муслиму Ибрагимову. Да, конечно, очень жаль. Муслима, здоровье ему, но... Да нет, ну что ж, Леон, мужчина достойный, как бы еще многое у него впереди, и уже достойный путь пройдет. Ну, как бы, то есть в любом случае мы сочувствуем поражению. Да, мы сочувствуем, да, потому что он проигрался, он огромный путь пройдет, но при этом мы рады за Рамазан Юзешарова. Да, безусловно, очень красиво, очень красиво, и для него это, конечно, один из важнейших моментов жизни. Ну что ж, товарищи друзья, подошел к концу грандиозный ивент в городе Грозный Спорт Лоли Колизей. Ваши аплодисменты всем организаторам, бойцам, болельщикам, телезрителям. Я думаю, праздник спорта удался. И, конечно же, руководству Лиги и Республики. Итак, в финале Гран-при в легком весе. Бой остановлен на третьей минуте 12 секунде первого раунда. Победу нокаутом и пояс чемпиона. Гран-при Янг Иглз завоевал. Рамазан Юзья Шара. Поздравляем еще раз Рамазан и всю его команду. Очень долгий и тернистый путь прошли бойцы до этого дня. И поэтому оба финалисты заслуживают ваших аплодисментов. Поддержки. Да, ну вот мы видим, как... Наши поздравления чемпиону его команде. Вручает, вручает, вручает пояс. И дайте музыку в зале. Вручает пояс. Наши поздравления чемпионеры. Можно召 rangesить за extent,